друзья и коллеги недавно в нашем телеграм-чате микробиологии инфекции куда вы кстати тоже можете вступить и так в чате была затронута тема идентификации гемофильной палочки гемофилис инфлюенция и встал вопрос о том какие тесты наиболее применимые в обычной бак лаборатории для идентификации этого микроорганизма и сейчас я вкратце резюмирую значит вот эти тесты которые на мой взгляд наиболее подходит для этих целей и так всего значит 44 момента которые необходимо учитывать при идентификации гемофилки значит первый момент заключается в том что гемофилис это очень высоко прихотливая бактерия она нуждается в факторах роста в различных факторах роста вот и для ее выделения необходимо использовать собственно богатой питательной среды в частности шоколадный агар шоколадный агар это оптимальная среда для гемофилис в нашей лаборатории мы делаем параллельный посев на шоколадный и на кровяной агар и бывает такое что что на кровяном агаре гемофилис не вырастает и при этом вырастает на шоколадном агаре вот но шоколадное это разумеется не тот который Inspiration шоколад, такого агара нет. Шоколадный агар – это агар с гретой кровью, потому что гретая кровь, в отличие от обычной крови, из разрушенных эритроцитов поступают те факторы роста, которые нет на обычном кровяном агаре. Поэтому гемофилис на шоколадном агаре растет лучше. И если вы в параллели ставите посев на кровяной шоколадный агар, вы можете видеть, что на шоколадном агаре может наблюдаться очень скудный рост, очень мелкие такие колонии, в то время как на кровяном агаре очень мелкие скудные каплевидные колонии, в то время как на шоколадном агаре тоже каплевидные колонии, но они гораздо более крупные, гораздо более развитые. Это первый момент, который может вам указывать на то, что вы имеете дело с гемофилисом. Ну и, разумеется, необходимо сделать препарат, окрасить по грамму, и вы там увидите очень мелкие, ну их называют палочки, но на самом деле это кокобациллы, то есть нечто среднее между палочкой и коком. Главное, что клетки очень мелкие, гораздо мельче, чем, например, ну, например, те же стафилококки или кишечная палочка. Итак, первый момент — это питательные среды. Значит, второй распространенный тест на гемофилис, это для него используются диски с различными факторами роста. Как правило, это три диска, три фактора роста, они продаются в наборах, и, соответственно, с помощью этих наборов вы можете провести дополнительные тесты, собственно говоря, по инструкции к этим наборам вы можете поставить, и в зависимости от результатов тоже, собственно, идентифицировать гемофилис. Итак, диски с ростовыми факторами. Третий тест — тест с бацитроцином. Вот, я думаю, большинство сейчас вспомнит стриптококку с пиогеном, с пиогеном и стриптококку, где мы тоже используем бацитроцин. Для гемофилиса мы тоже используем бацитроцин, но в другой концентрации, это очень важно. Специально есть диски с бацитроцином именно для идентификации гемофилиса. Обращайте внимание, чтобы не купить, чтобы не использовать диски с бацитроцином для стриптококка. Итак, это был третий момент. И четвёртый момент, который позволяет нам идентифицировать гемофилку, это тест на сателлитный рост, сателлитный рост со стафилококком. Вот, ну, в принципе, на мой взгляд, это наиболее простой и такой наглядный тест, который можно использовать в лаборатории, для которого не нужны никакие дополнительные реактивы, только лишь кровяной агар, культура золотистого стафилокока, ну и непосредственно культура гемофилиса. Итак, принцип метода заключается в том, он ещё называется стафилококковая кормушка. Значит, в чём здесь дело? На кровяной агар мы делаем горизонтальный штрих стафилокока и перпендикулярно ему делаем множественные штрихи, собственно, гемофилиса. И через, соответственно, сутки учитываем рост и мы наблюдаем такую картину. Те зоны гемофилиса, которые ближе всего к стафилококку, те участки, они растут более активно, там колонии более крупные. Чем дальше от штриха, от стафилококкового штриха, тем рост хуже. И, значит, на концах штрихов мы роста вообще не наблюдаем. То есть гемофилис растёт, чем ближе к стафилококку, тем он растёт лучше. Вот такой вот тест, сателлитный рост. То есть стафилококк стимулирует гемофилис. За счёт чего это происходит? Ну, если совсем вкратце, то стафилококк из кровяного агара с помощью своих ферментов высвобождает те вещества, те факторы роста, которые гемофилис не может, собственно говоря, синтезировать самостоятельно. Вот. И как бы вот в этом принципе вот этой вот стафилококковой кормушки, то есть стафилококк получается таким образом кормит гемофилис, гемофильную палочку. Достаточно простой и наглядный тест. Вот эти четыре, собственно говоря, четыре момента, четыре теста помогут вам идентифицировать гемофилис инфлюенция в своей повседневной лабораторной практике.